Сейчас у нас в юриспруденции популярно такое направление, как Legal Tech. Legal Tech это что-то типа электронной юриспруденции, когда роботы, юридические роботы могут вам отвечать. Например, примерно такое же направление есть в образовании, называется Learning. Learning это образование при помощи электронных средств. То, что сейчас вы делали. И в Legal Tech есть интересные слова, направления, одно из которых я сейчас вам продемонстрирую. Я написал на кириллице, это дэшборд. Дэшборд это представьте себе, вы сидите в автомобиле, а перед вами такая панель управления. И на этой панели управления разные параметры того средства, которые вы используете при движении куда-то. Представьте себе, вы летите на автомобиле на спортивном, и перед вами зачет по правоведению. Он где-то там, вдалеке, но уже не так далеко. Уже после майских, уже даже видно за зелеными такими лугами зачет. А перед вами дэшборд. Это то, чем все закончится. То есть здесь параметры, какие существуют параметры для зачета по правоведению. Я часть параметров заявлял в самом начале, но оказалось, что они подверглись корректировке. В связи с тем, что вы очень внимательные, очень скрупулезные, и оказалось, что я очень многое упустил, когда лет 15 преподавал, и некоторые вещи упустил, а сейчас хочу зафиксировать это окончательно. Итак, вы можете получить следующий балл. На две части разбит ваш дэшборд. У каждого у вас есть он уже. Не знаю, вы знаете или нет, но он уже ведется. Мы за вами на всеми наблюдаем. Это первая часть модульной. Есть первый модуль, второй модуль, третий модуль. И как вы точно сказали, зачета у нас нет. У нас есть только первый модуль, второй модуль и третий. За первый можете получить 20. Ну, кто-то уже получил. А, сори. Вот так бывает. На второй вот так. И на третий модуль. Вот так. Ну, есть и вторая часть, потому что мы, ну, не все же, мало ли, это же... Кто у нас фортуна. Мы же не можем полагаться на фортуну только. У нас есть и дополнительные способы. Это за посещение. Всего у нас 17 должно быть с вами посещений. Но они не все будут, конечно. Там праздники попадают, модульные контрольные работы. То есть сколько вы посетите, то я и поставлю вот сюда приплюсую. Я в прошлый раз не стал приплюсовывать, потому что они никуда не пропадут. Они все равно, в вашу копилку уже они есть. Следующее, что можно еще набрать. Набрать можно за конспекты. Ну, кто не знает, у нас в группе иногда объявляются аукционы. Вот, кто выиграет аукцион и получает за конспекты одну индульгенцию. Затем субтитры. Субтитры это вы их делаете. И там в зависимости от объема видео, вы, соответственно, получаете также баллы, которые сюда приплюсовываются. И есть фотографии. Это для старост. Каждый старост за фотографию получает одну индульгенцию вот сюда. И есть референт визит. Это тоже из RegalTech. Это когда, допустим, вы хотите продать какой-то товар, какую-то услугу, а кто-то у вас уже ее купил. И вы направляете людей туда, вы говорите, ну, посмотрите, как там это все работает. Каждый четверг у нас на юридическом факультете проходит мероприятие. И если вы туда и приходите, так, то тоже получаете определенную индульгенцию. Ну, баллы к вашей контрольной работе. Ну, вроде бы, все за этими рамками, ну, в этих рамках, но, но, но. Есть еще один мир. Мир за зачетом. Некоторые его видели. Некоторые знают, что это такое. То есть, когда человеку не хватило баллов для зачета. И он переходит в другой мир. В лучший мир. И в этом лучшем мире есть первая пересдача с преподавателем. И вторая это комиссионка. За этим миром он может получить 40, а здесь может получить 60. На комиссии. Все. По поводу дешбота. Пожалуйста, какие есть вопросы? Нет, 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 нет. Вот я тоже так, ну, я ошибался. Все ошибались. Потому что нам нет. Оказалось, когда у нас ввели балловскую систему, чтобы студенты пугаются и сидеют на зачетах, на экзаменах. И согласно балловской системе их вообще поотменяли нафиг. В документах нет. И есть только модульные работы. Ну, как бы это микрозачеты, ну, как бы микроинфаркты. И которые в совокупности и дают, видите, 80 баллов. Я сам догадывался, но не знал до тех пор, пока мне не указаны, не пули носа. А я зачет собирался проводить, представляете? Какой причем? Ну, жуть. Да, сейчас. Вы говорите, что вы можете создать ремонт, а вы просто варьете. Да, я врал. Получается, сейчас у вас 80 баллов. Да, потому что, оказывается, я не имел права так вообще говорить. Как ясно? Ну, смотрите, у вас 80, плюс вот здесь, плюс вот здесь, нет, не 80. То есть 100 баллов вы можете железно зарабатывать. Пожалуйста, да. А микрозвизит, это каким образом происходит? Я объявляю, ну, я не знаю, сейчас еще, сейчас праздники будут. Я объявляю сон, там, по-моему, 5 человек могут посетить. И вы приходите и посещаете. А? Еще ни разу не объявили. Один раз объявили. А, объявили. Не момент, типа, говорят, ну, ты бы еще вообще в этот день вывесил. Ну, что смог, то смог. А так я буду... Ну, дело в том, как только они объявляют, я сразу перепощиваю. То есть, как только они объявят. Но это всегда бывает в четверг, в час с чем-то, в час сорок. Ну, кроме праздников. Ну, они обычно каждый четверг. Там, я в аукционе, все написано будет, что нужно сделать. По-моему, там до 5 интульгенций. Да, пожалуйста. Да. А скажите, пожалуйста, вы говорили, что вы куратором тоже были интульгенции, да, давайте? Здесь почему-то такой информации не значатся. Да, это надо записать. Потому что я специально на видео, чтобы потом меня можно было прижать. Значит, куратор, да? Да. По 3 интульгенции, вы говорили, там и куратор, уже окажутую победу клиента. Да. Да. 3 и плюс 20. Это если... Если получит, да, на третьем модуле, и подопечный получит 40. И таким образом я отвечаю, допустим, на 40 и плюс еще 20. Да, да. Это какой отдельный бонус, там сведет. Порясь. Отдельная оплата. То за то, что за то. А за счет? Присите. Да. Может быть, какие-то изменения в проведении модулы, когда работают номер 3, и почему за нее могут работать 40 баллов? То же самое, один вопрос, чтобы... Да. Но она, потому что тут нарастающим итогом, она самая большая. Ну, по стоимости, она тяжелее. Там, сколько, первый раз у нас было 6 опорных сигналов, потом 9, а сейчас там будет больше. Например, тот сигнал, который сейчас вы выручили, он тоже туда будет включен. То есть, как бы, ценность нарастает. Да. Вот скажите, вы получаете наши индустрицы за втором модуле контрольных или пасторных? Да. То есть, они как бы у нас сгорели и пришли к вам? Да. Все вот сюда, к вам. Они сгорели, они вам пошли. То есть, я могу на третьем модуле контрольных использовать или уже нет? Они уже в ведомостях. А, то есть, на третьем модуле нужно снова зарабатывать? Ну, может, не зарабатывать. Потому что, можно. Знаете, в русском языке есть хорошее слово «можно». Она означает и можно, и можно. То есть, можете. А то никуда не пропали, они пошли в ваши, они уже заложены в ведомости. Я все туда перейдил. Да. Это святое, да. Но поменяются ангелы. Ангел будет другой. Ну, это тот, кто мешает мне ставить двойки. А кто мешал? Да, иногда ангел как делал, вел себя не очень по-ангельски, но мало ли. Дьявол же тоже бывший ангел. Ну, по одной из традиций. Есть еще вопросы? Да. Ну, как правило, я вижу, если я увижу, что ангел знает, он не будет отвечать. Но пока все ангелы знают. Потому что, чтобы защищать, надо знать. Я вижу, что человек знает. И я ставлю ему 40. Ну, если вы в этом неиспрости. Хорошо. Есть еще вопросы? Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...